Рак молочной железы – одно из самых страшных онкологических заболеваний. В зону риска в основном попадают женщины, но встречается он и у мужчин. Статистика постоянно растет – рак молодеет. Если раньше ему были подвержены женщины старше 40 лет, то сегодня возраст стал ниже. Бывают случаи, когда рак груди ставят даже детям. Очень важно проходить диспансеризацию, чтобы иметь возможность выявить болезнь на первой стадии. Тогда шанс на выздоровление составляет около 96%. Женщины идут на маммографию. Маммография проводится с 40 лет раз в год. Также можно проводить ультразвуковое исследование молочной железы у молодых женщин до 40 лет. По результатам маммографии и при обнаружении доброкачественных или подозрений на злокачественное образование Далее пациентку направляют к маммологу, к онкологу. Которые проводят дальнейшее обследование и лечение. В Видновской районной поликлинике есть все необходимое оборудование для выявления доброкачественных или злокачественных образований. В кабинете на четвертом этаже установлен маммограф. Взять направление на это обследование можно у терапевта. К чему готовится женщина, так скажем? Я ее обо всем предупреждаю. Прежде чем мы начинаем обследование, я предупреждаю, какая процедура, что она не очень приятная. И начинаем делать укладочки. Стоит из двух укладок. Косые и прямые. За счет компрессии молочной железы сдавливание. Помимо своевременного обследования существует ряд мер, способствующих снижению риска развития рака молочной железы. Это правильное питание, грудное вскармливание, физическая активность, отказ от курения и крепких алкогольных напитков, исключение воздействия прямых солнечных лучей. В этом точно убеждена пациентка Елена Козлова, которая столкнулась с болезнью, но, к счастью, оказалась в руках опытного врача. Результаты есть, да. Спасибо ей большое. Она очень внимательная. С помощью ее я выздоравливаю. Уже хороший результат получился. Главное – лечиться, я так понимаю, да? Да. И не загорать. Наше здоровье находится в наших руках, поэтому следует запомнить несколько правил, которые могут повлиять на развитие рака груди. После 30 лет стоит быть особенно внимательным к себе. В этой болезни присутствует наследственный фактор. Прием гормонов, поздние роды, позднее наступление климакса, отказ от грудного вскармливания, ожирение, увеличение щитовидной железы. Врачи уверены, если каждая женщина будет достаточно знать об этом заболевании, то и статистика онкобольных уменьшится. Юлия Погосян, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.